Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 42 года, работаю в школе, нахожусь в состоянии эмоционального выгорания, после отдыха не восстанавливаюсь, страдает моё здоровье. Моя семья и даже дети в школе. Уже накрывает безразличие. Ко всему перепробовала разные методы релаксации, но эффекта не вижу. Посоветую какие-нибудь методики, может книгу хорошую или хороший совет. Благодарю заранее. Лилия, ну, смотрите, ситуация здесь в том, что психологи не дают советов, вот, методики можно дать только исключительно, исключительно. В качестве какого-то вспомогательного инструмента, вот, а книги, ну, книги это лотерея. То есть попадёт, не попадёт. Поэтому я думаю, что то, о чём вы говорите, это больше всё-таки про некую такую вспомогательную составляющую, но никак не то, что может быть чем-то серьёзным, вот. Почему? Потому что эмоциональное выгорание не происходит просто так. Вот. Оно не происходит на ровном месте. Вот. У него есть основания. Я бы сказал, что у него есть своя этимология, вот. То есть, ну, как бы в этом смысле, да. Своя какая-то история есть, вот. Эта история, она, на мой взгляд, как минимум достойна того, чтобы мы её узнали, достойна того, чтобы мы её исследовали, и достойна, достойна того, чтобы, ну, мы на неё обратили внимание, как минимум, как минимум, как минимум. Вот. Обычно эмоциональное выгорание связывает с наличием такого, знаете, ну, я бы сказал, системного нарушения личных границ человека. Вот. То есть, когда у человека система, да, система нарушает свои личные границы. То есть, система действует, ну, как-то сверх того, что может. То есть, система действует через силу. Вот. Система себя заставляет, ну, совершает, как бы, насилие над собой. Вот. И возникает это самое эмоциональное выгорание. То есть, здесь, на мой взгляд, вот то, на что, то, на что я бы обратил, обратил ваше внимание, да, это именно на то, как вы обращаетесь со своими, ну, эмоциями, да, со своими силами, с тем, как вы обращаетесь, с тем, что вы вкладываете в свою работу, да, то есть, ну, вот, грубо говоря. Грубо говоря, если вы вкладываете какую-то энергию, вот, в то, что делаете, то, что это за энергия, ну, вот. Ну, 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 в этом смысле, в этом смысле, да. Как эта энергия у вас выражается, как она проявляется, вот, как вы ей управляете и так далее. То есть, ну, совершенно очевидно, что вы, вот, именно вы, ну, как-то изменились, скажем так, да. То есть, вы изменились, вы как-то поменялись, вот, вы стали, ну, чувствовать. По-другому, ну, то, что, то, что с вами происходит. Стали по-другому ощущать, вероятно, свою работу, по-другому стали ощущать свою деятельность, иначе. Вот, но, вы этого не заметили, скорее всего, и по привычке продолжили требовать от себя до того же. Есть вариант с нормой выработки, когда для человека меняется вот это условие нормы выработки, когда человек, когда человек по-другому начинает воспринимать, ну, вот, свои усилия, они по-другому начинают ощущаться им, и, опять же, сам человек продолжает требовать, ну, требовать от себя каких-то действий, вот, ну, на том же уровне. А это уже не актуально. То есть, уже ситуация, ну, немножко другая, получается. То есть, уже по-другому немножко, в целом. То есть, уже по-другому немножко, в целом. Вот, но, человек... ...продолжает... ...от себя требовать. ...что-то. Человек продолжает... ...за... ну, заставлять... ...себя. Вот. И, как бы... ...ничего хорошего... ...по... ...совершенно... ...понятным причинам из этого не получается. Вот. ...поэтому тут нужно смотреть... ...вот... ...какие изменения... ...а... ...с вами произошли... ...вот... 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 ...какие изменения... ...эм... ...сейчас... ...м... ...имеют место быть... у вас, и их необходимо учитывать, эти изменения. Ну, сейчас вы этого не делаете, да, сейчас, на мой взгляд, вы не учитываете те изменения, которые в вашей жизни происходят. Это могут быть личностные изменения, это могут быть изменения какие-то вот ситуации, ситуационные и так далее. Вот, как бы вы этого не учитываете, и возникает проблема. Вот. К сожалению. Корректируется ли ЭПА? Ну, то есть можно ли это скорректировать? Да. Да, это можно скорректировать. При желании это можно скорректировать. Я не думаю, что в этом есть что-то сложное. Конечно, мы говорим здесь о восприимчивости вашей психики к терапии. Вот. Если восприимчивость высокая, то проблем особо не будет. Вот. Если восприимчивость, ну, такая вот пониже, то могут быть трудности, может быть сопротивление там и так далее. Но, в целом, все это решается. Так что смотрите сами, думайте и выбирайте, что вам делать. Вот. На мой взгляд, вы оказались в определенном кризисе. Вот. На мой взгляд. Ну, кризис можно и нужно пережить. Вот. Пройти. Все, в принципе, будет нормально у вас. Вот. Вот. Как-то так. Что бы я рекомендовал? Я бы рекомендовал обратить внимание на то, что вам хочется в работе, да, и чего вам не хочется в работе. Вот. Ну, сейчас. Вот на данный момент. Изменились ли какие-то показатели в этом смысле? Ну, для вас. Вот. И если изменилось, да, то, вот опять же, что изменилось? Вот. То есть очень важно заметить вот эту историю. Вот. Очень важно заметить то, что поменялось. Вот. В, ну, вашей жизни. Вот. Именно профессиональной жизни. Если, 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 если что-то, что-то такое есть, если что-то изменилось, ну, в вашей жизни, если что-то, 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 поменялось, если, то на это необходимо обратить внимание, само собой. Потому что это системообразующая такая история получается. Вот. Вот. Вот как-то, как-то так я бы ответил. Сейчас вам. Вот. С точки зрения психологии. Опять же. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.